Важно, чтобы реальные перемены в каждом населенном пункте почувствовал каждый житель, отметил в своем недавнем обращении губернатор Андрей Воробьев. Над тем и работают муниципальные власти. Глава района Алексей Валов так определил лейтмотив ежегодного отчетного собрания. Подводим итоги, ставим перед собой задачи на будущее, говорим не столько об успехах, сколько об изменениях, планах на новый период и векторе развития нашего муниципалитета. Однозначно, результат работы за 2018 год зафиксирован в областном рейтинге. Мы третий год подряд в десятки. Седьмые. Неплохо. Могли быть выше, но, во-первых, остальные 60 округов и районов тоже хотят выше. Во-вторых, готовилась административная реформа. Для выравнивания баланса сил между муниципальными образованиями Подмосковья поселения Свердловский и Анискинское присоединились к Лосинопетровскому, а сам Щелковский муниципальный район преобразован в городской округ. Новый формат управления территорией дал дополнительный импульс и развитию, открыл возможности для оптимизации бюджета и дополнительного финансирования важных социальных проектов, нацеленных на выполнение указов президента Российской Федерации и поручений губернатора Московской области. Экономика – основа жизнедеятельности. Как органы власти и управления могут ее нарастить? Привлекая инвесторов, для них созданы четыре индустриальных парка с готовой инфраструктурой, оказывая содействие уже работающему бизнесу, помогая начинающим предпринимателям. А там уже будет и объем производства, и рабочие места, и налоги в бюджет. Бюджет, кстати, в 2018 году составил 7,5 миллиардов рублей, на миллиард больше предыдущего. А местные предприятия произвели товаров, работ и услуг на 114 миллиардов против 92 в прошлом году. Уже несколько лет все сферы жизнедеятельности развиваются за счет государственных и муниципальных программ. Во многих удается достичь настоящего прорыва. Самый долгожданный проект, реализация которого стала возможна благодаря поддержке губернатора Московской области, это строительство нового автомобильного моста через реку Клязьма в районе улицы Фабричная. Он важен для всех – для предпринимателей, жителей и гостей муниципалитета. 189 тысяч жителей городского округа Щелково и Старый Млад имеют право на качественную медицинскую помощь. Поэтому по программе здравоохранения Подмосковья капитально модернизируются и переоснащаются больницы и поликлиники. Открываются ФАПы и специализированные медучреждения, такие как диализный центр. Администрация со своей стороны старается оказать максимум мер социальной поддержки медикам, приезжающим к нам на работу. Многое сделано в рамках исполнения указов президента о ликвидации очереди в детские сады и второй смены в школах. Такого объема строительства объектов образования в районе не было несколько десятилетий. В 2018 году началось возведение долгожданной школы на 1100 мест в микрорайоне Солнечной города Щелково. В конце 2018 года получено разрешение строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Жигалова. В 2019 году планируется закончить строительство пристройки на 275 мест к школе в деревне Медвежьи озера. Останавливается работа по проектированию еще шести школ. В своем отчете глава района отметил годовые итоги работы программ в сфере ЖКХ. В 2018 году модернизировано еще 15 водозаборных узлов. 45 тысяч человек решили проблему качества воды. Комплексно благоустроен еще 51 двор. Установлено еще 550 новых опор освещения. Еще 72 многоквартирных дома обновились по программе капремонта. Еще 778 подъездов отремонтировано. Подъезд в доме 11А по улице Парковой вообще стал лучшим во всем Подмосковье. Однако не всегда у жителей такое взаимопонимание со своими управляющими компаниями. Поэтому в 2018 году с помощью рейтинга начали наводить порядок в их работе. Из 53 управляющих организаций, работающих в городском округе Щелково, в 2018 году 6 получили одну звезду, 41 – 2 звезды, 4 – 3 звезды, и 2 УК, всего лишь 2 УК получили оценку в 4 звезды. На 1 января 2019 года в муниципалитете осталось 33 управляющих компаний. 7 из них получили 4 звезды за работу в втором полугодии 2018 года, и 26 УК работают на твердую тройку – 3 звезды. Сегодня на территории округа нет компаний с одной и двумя звездами. В наших многоквартирных домах остается работать только честные, профессиональные управляющие компании, и эту работу мы будем продолжать. Помимо комфорта проживания, людям надо обеспечить безопасность. На это также направлены усилия областных и районных властей. Значительную роль в сокращении числа преступлений, совершенных на улицах, сыграло развитие системы «Безопасный регион». В настоящее время в систему интегрированы 782 камеры. Под видеонаблюдением находятся места традиционного отдыха населения, транспортные развязки, социальные объекты, торговые центры. Стартовал проект по оснащению камерами подъездов на квартирных жилых домов. Еще один аспект безопасности – чистота окружающей среды. Весь 2018 год Шелковский район готовился к внедрению системы раздельного сбора мусора. С 1 января она стартовала уже во всем регионе. Начинается реализация другого масштабного проекта в области экологии. Предполагается большая работа по очистке источных вод в нашем регионе. В 2019 году правительство Московской области приступает к проектированию 16 очистных сооружений. Уже стартовала подготовка к реконструкции щелковских очистных. В области культуры год 2018 запомнится тем, что усадьба Гребнева обрела собственника. И он за 7 лет обещает ее восстановить и открыть культурный центр. В историко-кровеческом музее создано новое выставочное пространство. А в ближайшей перспективе нас ждет, в частности, реализация концепции развития Щелковского городского парка и капитальный ремонт ДК имени Чкалова. ФОК в деревне Огуднево – спорткомплекс с бассейном в коттеджном поселке Варежки и 672 медали на соревнованиях всех уровней. Эта глава говорил уже о спортивных итогах года. В ближайшие годы два новых комплекса планируют построить и в городе Щелково. Первый – для спортивной гимнастики и второй – для водных видов спорта. Также рассчитаны на строительство Мойна физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и завершение строительства регбинного стадиона. Формирование новых общественных пространств в городе – тоже результаты 2018 года. Одним из главных достижений 2018 года, безусловно, можно назвать благоустройство сквера Пушкина. Отрадно отметить, что мы смогли удивить жителей новым обликом фонтана. Многие оценили нестандартный подход, эстетику и практичность конструкции. Частью единой концепции пешеходной зоны города Щелково стала обновленная набережная вдоль улицы Шмидта. Отмечу, что в выборе проекта смогли принять участие и жители. Более 40 тысяч человек проголосовало за данный вариант благоустройства. Все знают, что Алексей Валов – сторонник максимальной открытости власти и вовлечения жителей во все общественно значимые процессы. Сам общается с людьми через все возможные средства коммуникации и требует того же от подчиненных. Эффект очевиден – люди доверяют. Не менее важна для нас работа в социальных сетях. За год количество подписчиков на аккаунт администрации и главы увеличилось на 7 тысяч человек и составило почти 36 тысяч человек. Выпущено почти 6 тысяч публикаций, что на 30% превышает показатель 2017 года. За год отработано более 35 тысяч обращений жителей. Уровень удовлетворенности ответами – 98%. Так будет и впредь, подвел итог своего отчетного доклада Алексей Валов. Потому что мы вместе. В прошедшем году нам приходилось преодолевать немало сложностей. Но посредством упорного командного труда удалось удержать неизменно высокую планку. У нас Щелковский район, конечно, относится к одним из самых передовых. И даже вот сегодня мы здесь поднимались, сразу видно, да, и доступная среда, и реабилитационный центр. Он открыл по поручению губернатора Щелковский район один из первых. Огромное внимание главы и всего муниципального образования к населению. Ежегодный отчет главы района о работе органов исполнительной власти перестал быть сводкой сухих, скучных цифр, понятных разве что специалисту. Отчет он перед жителями и для жителей. Сегодняшний доклад Алексея Валова – это скорее краткое содержание всего того, о чем мы, журналисты, рассказывали вам на протяжении всего года. Настоящие результаты работы органов местного самоуправления каждый из вас может увидеть и оценить. За последнее время очень изменился наш город. Особенно нравится набережная. Ведь набережная реки Клязьма была всегда заброшенным объектом. А сейчас посмотришь, не знаешь, куда ты попал, в Щелково или куда-то, видно, в южные города. Программа «Доступная среда» на территории района. У нас было сделано, по-моему, если они живут, 300 с чем-то понижений бордюрного камня на пешеходных переходах. Это был вообще удивительный прорыв. Такого в области еще нигде не делали. Говоря о прошлом учебном годе, мы можем сказать, что у нас было 15 человек, выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ. И это очень высокий результат. Это очень здорово. В 2018 году была проведена очень большая работа администрации Щелковского района по увековечиванию памяти летчиков-героев. На Чикаловской открыта аллея героев, где стоят бюсты нашим заслуженным авиаторам. Дворы, улицы, сама обстановка в городе, общественный порядок в корне изменилось за последние, ну не то что год, но за последние 3-4 года мы видим существенные улучшения.